Здравствуйте, в эфире телеканала программа «Актуальное интервью» в студии Кристины Икупова. В ситуации в сфере занятости населения в республике мы поговорим с гостем студии Анастасией Позняковой, первым заместителем председателя Госкомитета занятости республики. Анастасия Ивановна, здравствуйте. Добрый день. Какие меры принимаются в республике по обеспечению занятости населения? В целом, государственная программа содействия занятости населения и те меры, которые реализуются в рамках федеральных проектов, национальных проектов, в поддержку занятости населения, сохранение того уровня, который у нас был в 2021 году, в течение 2022 года работа также была направлена на ее сохранение. Если говорить более подробно, то в прошлом году, в 2022 году, у нас на мероприятия активной политики занятости было выделено из госпрограммы 341 миллион рублей и охвачено более 34 тысяч человек жителей республики. То есть мероприятиями активной политики были охвачены 34 тысячи человек. Туда входит в первую очередь содействие занятости населения, то есть трудоустройство по имеющимся вакансиям в органах службы занятости. К слову говоря, в течение 2022 года работодателями как никогда было заявлено рабочих мест и вакантных должностей. Чуть больше, почти 47 с половиной тысяч вакансий было в течение года заявлено. И в основном, как мы и ранее говорили, это рабочие профессии. Где-то более 50% это потребность работодателей, работников среднего уровня. Но если говорить более подробно о вакансиях, то средний размер заработной платы, который предлагают работодатели, это около 52 тысяч рублей в целом. Но есть среди рабочих профессий, допустим, самые большие размеры заработной платы достигали 334 тысяч рублей по вакансии токаря-расточника. Есть фрезеровщики вакансии предлагают 334 тысячи также. Вакансии слесарей, машинистов-экскаваторов доходят до 285 тысяч рублей. И машинисты буровой установки тоже довольно высокие заработные платы. Среди служащих профессий были заявлены также вакансии заработной платы с наиболее высокими показателями в сфере промышленности. И там у нас, получается, начальники управления предлагают 356 тысяч рублей, начальника базы – 324 заработная плата, и начальника всеми, но также промышленности достигают до 185 тысяч рублей. Поэтому, в целом, хотелось сказать, что кроме вакансий, мероприятия, госпрограммы, также включены направления граждан на профессиональное обучение, на дополнительное профобразование. Кроме этого, у нас были организованы мероприятия дополнительные по снижению напряженности на рынке труда, куда включались организации временных работ для работников, которые находятся под риском увольнения. 500 работников таких было охвачено. Кроме этого, были организованы общественные работы. Также в них участвовало около 1700 человек. И федеральные меры, которые я обозначила, это профобучение, временной и общественной работы. В целом, было охвачено 3100 человек. Финансирование составило 169 миллионов рублей. В прошлом году, кроме программы ДОПМИР, о которой я рассказала, в рамках национального проекта «Демография» было обучено более 2400 человек. В рамках государственной программы содействия занятости нашей республики тоже обучено 1600 человек в целом. На профобучение направлено около 5300 безработных и незанятых граждан. Но на сегодня показатели трудоустройства тех, кто закончил это обучение, курсы, трудоустройство достигает 60%. То есть каждый второй из трех человек нашел на сегодня работу. Но это вообще в целом конечная цель вот этого профессионального обучения, это, конечно же, последующим его трудоустройство. Поэтому мы результат эффективности вот этих мероприятий считаем мониторинг трудоустройства. Поэтому первый квартал также будем продолжать тех, кто заканчивал в конце 2022 года. Ну и этот показатель, значит, по требованиям эффективности программ не должно быть ниже 85%. Ну а дальше, если говорить традиционно, у нас каждый год проводятся мероприятия по трудоустройству несовершеннолетних граждан, дети, то есть учащиеся от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Это может быть и летние каникулы, весенние. Ну и в каникулы, если ребенок успевает, успеваемость у него неплохая, он может даже работать в свободное от учебы время в любой процесс обучения тоже. И в прошлом году по этому направлению у нас, значит, трудоустроено детей 5200 человек несовершеннолетних. Кроме этого, значит, у нас есть трудоустройство детей в этом же возрасте, да, от 14 до 18 в оленеводческих хозяйствах. И по итогам 2022 года было трудоустроено 119 детей и в 23 организации, которые ведут деятельность в арктических районах. Родовые общины и индивидуальные предприниматели также, ну, организовали этот труд детей. Кроме этого, значит, на создание предпринимательской деятельности, ну, раньше мы говорили самозанятость, сейчас, значит, новый закон о самозанятых есть, да, как мы знаем. И достаточно в республике тоже неплохие показатели вообще по регистрации самозанятых. Но, значит, по поддержке предпринимательской деятельности также органы службы занятости рассматривают на конкурсной основе те бизнес-планы, которые нам подают безработные граждане. И конкурс определяет победителей, и этот победитель получает финансовую поддержку в размере 150 тысяч рублей. Такой поддержкой в прошлом году использовались 331 человек. И в связи с тем, что был объявлен год матери, в основном акцент делался на тех женщинах, которые хотят создать свое дело. Поэтому доля женщин, значит, в прошлом году была больше. Кроме, значит, тех мер, которые предусмотрены госпрограммой, в этом году, объявленном главой республики годом труда, у нас будут проведены, значит, более активно, с участием работодателей мероприятия, да, в соответствии с планом. И в этом году мы планируем провести такие республиканского масштаба, значит, конкурсы, конкурсы по итогам летнего труда детей. Мы хотим определить победителями среди муниципальных образований, и победившие дети должны, ну, мы планируем, мы хотим, чтобы они получили путевки в детские здравительные лагеря. Кроме этого, будет проведен республиканский, ну, как бы, плановый республиканский конкурс по лучшему работодателю среди участников проекта «Местные кадры промышленности». В рамках проекта «Местные кадры промышленности» в 22-м году также показатели неплохие. Около 12,5 тысяч человек трудоустроено из числа жителей республики. Из них, значит, молодежь составляет 6,8 тысяч человек. Ну, и упор делался на сельских жителей. Сельских жителей тоже, значит, наши компании-партнеры в целом, да, вот после организации, после направления получения дополнительного профобразования или в рамках содействия по стажировке молодых специалистов также трудоустроено 3200 человек. Ну, и... Продолжится ли работа в этом году? Да, в этом году работа продолжается. Мы, значит, расширяем проект, вернее, мы увеличиваем количество участников проекта. Поэтому, ну, если сейчас меня слушают работодатели из числа тех, значит, отраслей, которые участвуют в проекте, это промышленность, строительство, дорожное хозяйство и транспорт. И если в этом году планируются большие объемы, в которых требуется достаточное количество трудовых ресурсов, то мы всегда готовы подобрать нужных работников из числа жителей республики. Ну, в общем, проект в целом, да, показывает неплохие результаты, и о чем, значит, местное население также отмечает. И вот с прошлого года мы содействуем и с некоммерческой организацией, которая тоже весьма информирует о своих, значит, ну, своей помощи населению. Это на вахту 14. С ними, значит, было в прошлом году заключено соглашение, и они по итогам 22-го года, значит, трудоустроили тоже 622 человека, получается, вот те же компании, что участники проекта местной кадры промышленности. Каков размер минимального пособия по безработице в этом году? Ну, ежегодно по становлениям правительства Российской Федерации устанавливается минимальный и максимальный размер пособия по безработице. В нашей республике, ну, в целом по России, значит, эти размеры установлены в полутора тысяч рублей, это минимальные пособия, и максимальные 12 972 рубля, или 792 рубля. 792 рубля, значит, которые нужно увеличить на районный коэффициент. У нас в республике это несколько зон, да, районных коэффициентов. Допустим, Якутск и центральные районы, где районный коэффициент 40%, минимальное пособие будет достигать, значит, двух тысяч 100 рублей, а максимальное будет достигать 17 900. Ну, и, значит, дальше по зависимости от районных коэффициентов, значит, больше. Ну, то есть самые высокие показатели это у нас в Нижнеколымском, Черском. Какие основные задачи стоят перед службой занятости в 2023 году? Ну, несмотря на то, что уровень общей безработицы у нас в начале этого года, вернее, за январь-ноябрь 2022 года он в целом снизился, ситуация на рынке труда считается как стабильной, она составила 6,5%. Это для сравнения с началом 2022 года было 7,11%, а стало 6,5%. Несмотря на то, что есть в целом, да, как бы положительная тенденция, есть и проблемные вопросы. Это сохраняющийся, значит, уровень, высокий уровень, достаточно высокий уровень безработицы среди молодежи и среди сельских жителей. Поэтому, значит, в этом году в целом будет направлена работа службы занятости на, ну, на, значит, устранение этих проблем и сохранение стабильности, да, на рынке труда в целом. Поэтому будет продолжена работа также и по профессиональному обучению, потому как у нас средний портрет, да, безработного, это, ну, иной раз бывает, это сельский житель, мужчина, который не имеет профессионального образования, а некоторые кварталы выходят, что это городской, значит, житель, да, тоже мужского рода, но в обоих случаях, значит, показывает статистика, что у многих граждан, которые состоят у нас на учете, нет вообще профессионального образования. 42% в целом. Поэтому также, значит, кроме этого, будет продолжена реализация дополнительных мер напряженности на рынке труда, те же временные работы, общественные и самозанятости. Анастасия Ивановна, спасибо, что ответили на наши вопросы. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь на нашем телеканале.